Вы договорами снимаетесь? Да, смотри, какими. Вся документация по домовладению, она где-то есть, посмотри, список. Вся, это какая? Протокол, естественно, у нас есть. Нет, не только вот такой. Договор с ГУИСом. А что же договор с ГУИСом? На обслуживание. Какая-то часть дома обслуживается, ну, муниципальная, какая-то часть дома собственники. Там бывает СЖ, там и так далее. У нас есть дома, которые полностью мы обслуживаем, соответственно, это вся муниципалка, договор с ГУИСом. И через ГУИС начисление ведет МФЦ. Вот, значит, есть дома, которые смешанные. То есть какие-то там ЖСК, какие-то там мы обслуживаем. У нас договора с жителями. То есть сначала ГУИС инициирует собрание. Значит, договор с ГУИСом, протокол общего собрания. Начинаем с протокола. Я думаю, выбрали. Вот выбрали, да. Значит, потом идет договор с жителями, но мы вам не можем предоставить конкретно. С отношениями нет. Конкретно вас, может, если мы заключали, то да. Если он заключен, то есть. Потом с другими организациями. С другими организациями, какими? Энерго, вот этими. Конечно. Есть такие договора. Сотвоспят, МГТС. Это не мы, это другой отдел. Мы этими договорами. Мы не жилье только. И вот с жителями, которые через ГУИС. Кто сейчас работает? Все те же старые? Нет, уже все тут давно поменялись. А где-то тут вот такой фавильник? Да, он еще работает, да. Чингис. Чингис, получается? Да, он работает. Он как раз замначальника. Начальник, юрист. Молчанов, новенький. А вас как зам? Молгарита. Ну, жительными собственниками заключаем договора. То есть с каждым собственником вы должны заключить договоры, да? Да, с каждым собственником. А по выплату получается так? А смотрю, какой дом. Есть дома, где люди хорошо на контакт идут и подписывают. Есть дома, где не подписывают. Разные. Видите, разные дома разные. А если не подписывают, тогда если денег брать нельзя? Если никто не подписывает, конечно, тогда мы это дома не обслуживаем. Нет. Если никто не подписывает. Если собственный договор не подписал, мы обслуживаем. Вы не имеете право с него деньги потребовать. Во-первых, договор мы направляем. Есть закон, в котором прописано, что если собственник нам этот договор не подписал, не вернулся, равно это считается договор подписанным, если он отказ нам не принес. Есть такой закон. Какой? 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 Сейчас я вам номер не скажу. Не из жилищного кодекса? А, не дай его его найти. Вот, посмотрите, пожалуйста, потому что это очень интересно. Мы многим уже так отвечали, прям с указанием нормативного документа. Потом опять же, если больше 50% собственников заключили договор, то мы там обслуживаем. А если кто-то не явился на собрании по каким-то причинам, не были, не знали, хотя были уведомлены на суду. Каждый собственник должен был выключен. Ведь только нам взять основания, чтобы деньги потратить, чтобы договоры сделать. Больше ничего не является. То, что вы говорите, если кто-то не подписал, то это все равно. Так вот, давайте всех на улице поймаем и со всеми так же подступим. Как всех на улице-то? Ну, вот так, любого человека берешь и говоришь. Будешь подписывать? Не буду. Отношений к этому не имею. Все равно деньги с тебя будут брать. Выходит же так? Нет, он так не выходит. Еще дополнительное соглашение должно быть с каждым собственником о том, что позволяют перечислять деньги через МФЦ. А это все в договоре прописано через ЦК, все, как переводятся деньги, кто? Дополнительное соглашение с каждым собственником должно быть. На что? Что мы. Даем согласие. Даем согласие, чтобы нас рассчитывал в МФЦ и присылал нам. Вот, у нас это прописано все в договоре с собственником, что расчет идет через МФЦ. Раньше было написано через ГУИС, по-моему, или еще, я сейчас уже не помню старую форму. Сейчас новая форма, нам префектура спустила новую форму. Там прописано все, что, как проходит. Это выходит, наверное, с каждым перезаключать? Нет, которые уже были заключены, те остаются. А которые новые заключаются, они заключаются по новой форме. Нет, но если сейчас ГУИС не перерасчет... Допсоглашение переводят, то, что переводят деньги через... Так собственники-то в курсе, что какое-то еще допсоглашение есть? Ну, уведомления рассылаем. Ну, естественно, одновременно мы всему Яснего не можем разослать, но по мере возможности, конечно, рассылаем. Ну, нет у меня чего-то документа под руками, поэтому я... А хоть из какого законодательства? Журечный кодекс или еще... Это вот к юристам, напротив, они вам подскажут, потому что, естественно, они по юридической части... Ну, как вот одно из... Одно из... Вообще, если действительно интересен вопрос, то к юристам, а так вот... Это слово интересное. Мы прямо жаждаем понять, кому и что мы должны. Ну, пожалуйста. Сейчас вот под руками... Под руками вот мне это больше. А что мы тут читаем? Предоставление коммунальной продукты осуществляется на основании разменного договора. Да. Держащее положение предоставление коммунальной может быть заключен с исполнителем вписанной форме за путем совершения подкрепительных действий, свидетельствует при его намерении потреблять коммунальные услуги... То есть, он какие-то коммунальные услуги потребляет, оплачивает? В какой-то там период. А если он оплачивает, то он этим подтверждает, что... Ну, что вы такое говорите? Ну, вот. Это вот это окончание, это вот это вот постановление, одно взятое, что ли? Да, вот это постановление одно. Ну, естественно, это не один документ, на который мы ссылаемся, поэтому там много разного.